здравствуйте мои дорогие любители вязания посмотрите какой красивый узор из каталога японского автора хитоми шида под номером 46 мы будем сегодня с вами вязать узор очень легкий и тем не менее он очень эффектный вот такая схема этого узора тоже схема легкая раппорт узора 26 петель в ширину и 24 ряда высоту и первые два ряда мы провязываем это установочные ряды они в раппорт не входят очень красивый узор очень красиво он смотрится из светлых ниточек как на фото в каталоге давайте будем учиться его вязать набираем на спицы 26 петель плюс 2 кромочные и как я уже говорила 1 и 2 ряд они у нас установочные мы провязываем их они в раппорт не входят первый ряд провязываем лицевыми петлями во втором ряду мы провязываем 5 лицевых 3 изнаночных 5 лицевых и 13 изнаночных это уже до конца ряда весь узор у нас будет 13 петель одного фрагмента и 13 петель другого фрагмента и они меняются в шахматном порядке и вот такой замечательный эффект получается все мы провязали 2 установочных рядом и сейчас мы будем вязать уже сам узор начиная с первого ряда провязываем 13 лицевых 4 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки я разворачиваю петельки потому что я вижу бабушкиными и мне неудобно провязывать петли за передние стенки они неудобно лежат и они так ровнее нажатся 2 вместе провязали за передние стенки делаем накид провязываем лицевую петлю снова делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки вот первая петля у нас лежит удобно ее подхватить за задние вторую вторая просится прям просится чтобы ее развернули и чтобы ее вот не снимать и вот не разворачивать я это делаю сразу ввожу спицу первую петлю и вторую сразу подхватываю вот так и не за вам видно или нет вот сразу я ее там разворачиваю и провязываю получилось 2 вместе лицевой за задние стенки мы провязали конце ряда у нас 4 изнаночных я просто объясняю долго на самом деле это очень быстро второй изнаночный ряд здесь вяжется по рисунку я хочу сказать что в этом узоре не все изнаночные ряды вяжутся по рисунку где-то половина по рисунку половинам надо будет провязать по схеме но вот этот второй ряд мы вяжем по рисунку то есть мы лицевые петли вяжем лицевыми изнаночные петли мы вяжем изнаночными и накидом и здесь провязываем изнаночными я это такие ряды буду пропускать видео чтобы не затягивать вяжем 3 лицевой ряд нам нужно 4 петли провязать вместе лицевой за переднюю стенку нужно их предварительно развернуть кто вяжет классическими петлями то разворачивать их не надо так 4 вместе лицевой за передние стенки далее накид лицевая 1 1 накид лицевая 2 1 накид лицевая 3 1 накид лицевая 4 1 накид лицевая 5 раз и еще раз накид нам нужно сделать 6 накидов и в конце вот видно вот эти четыре лицевые нам нужно провязать вместе за задние стенки все далее будет 3 изнаночных 2 вместе лицевой за передние стенки лицевая петля накид лицевая петля накид лицевая петля и 2 вместе нужно провязать за задние стенки концы ряда 3 изнаночных 4 изнаночный ряд мы вяжем петли по рисунку вяжем 5 лицевой ряд провязываем 13 лицевых 3 изнаночных делаем накид 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо делаем накид 3 изнаночных 6 изнаночный ряд мы провязываем тут по схеме накиды провязываются лицевыми не изнаночными как мы провязываем давайте провяжем вместе 4 лицевых вот накид лицевой провязывается 5 изнаночных 4 лицевых и 13 изнаночных вяжем 7 лицевой ряд снова нам 4 петли нужно провязать вместе лицевой за передние стенки накид лицевая 1 1 накид лицевая второй раз накид лицевая 3 1 накид лицевая 4 1 накид лицевая 5 раз и еще раз накид теперь 4 петли мы провязываем вместе лицевой за задние стенки далее будет 4 изнаночных накид 2 вместе лицевой за задние стенки лицевая петля 2 вместе лицевой за передние стенки накид 4 изнаночных 8 изнаночный ряд провязываем 5 лицевых накид есть уже провязывается лицевой 3 изнаночных 5 лицевых и 13 изнаночных до конца ряда вяжем 9 лицевой ряд 13 лицевых 5 изнаночных делаем накид 3 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево снова делаем накид 5 изнаночных вяжем 10 изнаночный ряд 6 лицевых 1 изнаночная 6 лицевых 13 изнаночных до конца ряда 11 лицевой ряд снова 4 петли провязываем вместе лицевой за передние стенки с наклоном в правую сторону накид лицевая 1 1 накид лицевая 2 1 накид лицевая 3 1 накид лицевая 5 1 и накид 6 накид 6 1 4 петли провязываем вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево и и далее у нас будет 13 изнаночных 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку все мы привязали половину вот раппорт а теперь мы меняем эти фрагменты местами вот этот вот листочек или вот это вот как бы мне больше нравится что это вот как свечка мы будем вязать с этой стороны а вот этот фрагмент мы будем вязать с этой стороны и так вяжем 13 лицевой ряд провязываем 4 изнаночных 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки с наклоном вправо делаем накид лицевая петля накид и 2 вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево 4 изнаночных теперь нам нужно провязать 13 лицевых 14 изнаночный ряд мы петли провязываем по рисунку вяжем 15 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки с наклоном вправо лицевая петля накид лицевая петля накид лицевая петля 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево за задние стенки 3 изнаночных теперь нам нужно четыре петли провязать вместе лицевой за передние стенки делаем накид провязываем лицевую петлю 1 1 накид лицевая петля 2 1 накид лицевая петля 3 1 накид лицевая петля 4 1 накид лицевая петля 5 1 и 6 накид далее 4 петли мы провязываем вместе лицевой за задние стенки в шестнадцатом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку вяжем 17 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных делаем накид 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки далее будет 3 лицевых 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки делаем накид 3 изнаночных и до конца ряда 13 лицевых 18 изнаночный ряд 13 изнаночных 4 лицевых и знаки тут провязывается лицевой далее будет 5 изнаночных и 4 лицевых 19 лицевой ряд провязываем 4 изнаночных делаем накид 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки с наклоном влево лицевая петля 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо делаем накид 4 изнаночных теперь 4 петли мы провязываем вместе лицевой за передние стенки проблематично немножко делаем накид провязываем лицевую петлю один раз так сделали накид лицевая петля второй раз накид лицевая петля третий раз накид лицевая петля 4 накид лицевая петля 5 раз и накид и у нас 4 петли мы провязываем их вместе за задние стенки вместе лицевой за задние стенки все мы закончили 19 ряд 20 изнаночный ряд провязываем 13 изнаночных 5 лицевых вот есть накид провязывается лицевой 3 изнаночных и снова 5 лицевых вяжем 21 лицевой ряд провязываем 5 изнаночных делаем накид 3 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево снова делаем накид провязываем 5 изнаночных и 13 лицевых до конца ряда вяжем 22 изнаночный ряд провязываем 13 изнаночных 6 лицевых накид здесь тоже провязывается лицевой 1 изнаночная и 6 лицевых до конца ряда вяжем 23 лицевой ряд 13 изнаночных здесь вот лицевая мы изнаночной провязываем и теперь четыре петли нам нужно провязать вместе лицевой за передние стенки делаем накид провязываем лицевую петлю 1 1 накид лицевая 2 накид лицевая 3 накид лицевая 4 накид 5 и 6 накид делаем и 4 петли мы провязываем вместе лицевой за задние стенки и вяжем последние 24 ряд раппорта провязываем 13 изнаночных этот ряд у нас провязывается по рисунку 13 изнаночных и 13 лицевых но все мы закончили вязать раппорт узора под номером 46 из каталога хитоми шида 260 узоров спицами очень легкий согласитесь что очень легкий рисунок очень легкий и очень эффектный просто замечательный ажурный узор вот для сейчас уже актуально вязать летние вещи готовится к сезону хоть у нас лето не очень торопится но тем не менее прекрасный рисунок я просто рекомендую начинающим любителям вязания особенно начинающим любителям японских узоров ставьте лайк если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал вступайте в нашу группу вконтакте у нас очень интересно я желаю всем удачи и ровных легких петель и пока пока